Здравствуйте! Вы смотрите телепроект «Губернии» и я, его ведущая, Марина Аксёнова. Приветствую жителей Одессы и Одесской области. Сегодня мы будем традиционно говорить о здоровье, и у нас в студии человек очень известный, хорошо знает его в Одессе, за пределами нашей страны. Это автор методики экоздоровья, автор «Алфей-клуб» Сергей Будилов и руководитель Международного центра «Алфей-клуб» Анна Гоголева. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Сегодня Алфеевич зашел, и вы знаете, у меня было ощущение, что приближается Новый год, потому что от него пахнет кедровыми орешками, от него пахнет кедром. Я не знаю, действительно ощущение, что появился Дед Мороз. Расскажите, вы сегодня какие-то бани принимали, либо вы сегодня какие-то натирания, массажи делали? Баня, будем говорить, была вчера. Ну, так у нас получается, что тело защелачивается, и от него уже не надо никаких недухов, не надо никаких там кремов и масел. То есть, есть природные компоненты, которые дают здоровье. И от тела не пахнет, ну, как обычно, а пахнет природой. Ведь в лес, вы когда приходите, пахнет елками, пихтой, деревьями. То есть, вот этот запах именно здорового тела, здорового человека присущ как раз у нас, кто приходит к нам в клуб Алфей. То есть, это практически сейчас уже по всему миру, большого количества людей. Ну, и надо сообщить, что в этом году очень большой урожай кедрового ореха. Да, вот вы как зашли, я просто растаяла. И сразу вот, да, вот такие бутылки, это, ну, уже будем, это уже горный орех, это специфический такой холодного джима. То есть, вот он, да, вот как раз именно он у нас дает деление ядра новой клетки. То есть, мы сейчас очень будем долгое время, наверное, говорить не о каких-то заболеваниях, потому что их вообще не существует. Есть загрязнение организма, и я всегда, мне говорят, шутка, но я говорю, нет. Болезнь, это люди, когда мало выпитой касторки. Когда они вычищаются, клеточка новая начинает делиться, я еще повторюсь в конце передачи. И таким образом у нас старые клеточки все уходят. Продукция, она все здесь на столе, мы немножечко ее коснемся. Но самое главное, не забывайте, мне когда-то говорили, вот доживешь до 40, дожил. Вот доживешь до 50, дожил. Вот доживешь до 60, дожил. В этом году юбилей. Как себя чувствуете? Да, все нормально, в Геленджике, как раз на поляне, где-то около, у нас хоровод был, и встречали где-то около полутора тысяч человек. Ну, вы знаете, такому юбилею может позавидовать, наверное, каждый. Это говорит о том, что, наверное, все-таки люди в это верят, и это работает. Ну, для того, чтобы мы не были пустословными, я просто попрошу вас немножко подробнее рассказать самый главный механизм деления клеток, и вот как вот эти масла, как они на него влияют. Почему вот за счет этого мы можем не принимать лекарства, лечить какие-то заболевания, а вот только за счет природы все-таки как-то себя восстанавливать? Ну, так получилось, что медицина всегда изучает трупную клетку человека. Забыв, что это трупная клетка, в ней масло, деление клеток остановилось, и этот трупный ксерогель выдают за воду, что воды надо пить. Но когда я стал в Академии Тимирязево изучать клетку, было 6 микроскопов за столом, и вот срезы животных показали, что должны быть митохондрии. Был молодой теленок как раз сделанный. И женщина-профессор, это не я, и мужчина-доцент, сейчас профессор, они тогда посмотрели в мои микроскопы, сделали вывод, и, в общем, на всю аудиторию заявили тогда впервые на весь мир, что, в принципе, воды для клеток не надо, а лекарств тем более. Что хорошо, что мы предлагаем животноводство и пчеловодство, а врачи, в общем-то, нас, будем говорить, закисляют. То есть, это тогда прозвучало для меня очень интересное слово, закисление. Я его как бы так подзабыл, но так потом вышло, что вся продукция, что вот здесь, ну, есть очистительное, да, как касторово масло, скажем там, чайлфей, но есть прямые защелачиватели, это пихтовое масло, масло кедрового ореха с живицей, ну, и, конечно, самое знаменитое защелачиватель, это у нас бальзам, вот, специи, даже у нас мыла защелачивающая. Мыла? Да, мыла, да, натурально на основе мыльного ореха. То есть, это вообще, ну, продукт, как бы, мало кто даже в мире знает. Вот, но это наши предки все это делали. И самое, да, из всех, это щелочной у нас чай, иван-чай, и сахандаль, горный богульник. В общем-то, все, вот этот комплект, он, в принципе, небольшой, но он как раз и позволяет дать деление ядра новой клетки. Остальные масла, я, мне когда говорят, я люблю их, да, но они только будут поддерживать жизнь. Какие-то вы имеете в виду остальные, там, оливковые, так далее? Оливковые, да, кокосовые, все, все они хорошие, подсолнечные, там, ну, пейте, да, но здоровья, гибкости никогда не будет. Я на своей, была конференция в Киеве, показал гибкость, как раз, да, и сразу же конференция шла у нас в сентябре, две конференции в Москве. Там огромное количество докладов прозвучали, ну, и, конечно, я со своим докладом все лечат заболевания, и никто никак ее не вылечил. Вот, я говорю, вот я, да, на мне можно все, как говорится, проверять, но гибкость, понятно, с руками, гибкость с ногами, состояние живота, но ведь все-то вдруг удивились, что мне же юбилей 60 лет, а гибкость не потеряна. То есть, у меня нет никаких заболеваний, можно, да, проверять, можно ходить в походы, в тайгу, но продукция, которую, да, мы пользуемся, то есть она как раз повторяет. Ну, у нас многие в Москве, ну, например, у нас Валентин в 67 лет начал, к 70-летию жена ему подарила двух дочек. Он начал, и через три года, через три года, через три года результат, как раз пополнение семьи. Это же, да, пополнение, он был раковый, оперированный, никакой, то есть и вес-то превышал где-то 40 килограмм. То есть, что система позволяет? Убрать лишний вес и запустить механизм деления новых клеток. То есть, и все, и система начинает у нас поддерживать. Ну, у нас же делятся ногти, делятся волосы. И вот этот момент, как раз мы еще озвучим именно ощелачивание, что же это такое. У нас в эту субботу на Морозлиевской в 12 часов, не забываем, пишем. Морозлиевская какой адрес? 34 А, дворец студентов. Бесплатный, в общем-то, как бы семинар даже. Я буду рассказывать, там показывать плакатами. Можно приходить с друзьями. Мы всем поделимся. Приобрести, в общем-то, даже и газеты посмотрим. Вот книги, вся продукция есть. И мы точно, шаг за шагом, вот что именно делать каждый день, в общем-то, все это расскажем. Ань, чуть-чуть подробнее. Я знаю, что вы тоже принесли сегодня что-то, какой-то новый продукт. Да, такую замечательную бутылочку кедрового масла. Афетч уже про нее рассказывал. И, естественно, говорит о том, что кедровое масло помогает нам делить ядро новой клеточки. То есть, он помогает, этот продукт нам помогает всегда быть молодым. Что делает это кедровое масло еще и что несет в себе? Оно содержит огромное количество витамина А и витамина С, витамина Е. То есть, самые любимые витамины женщины, это витамины красоты и молодости. Что делают эти витаминки? Попадая в наши ядро клеточки, заполняя ее маслянистыми структурами, они влияют на процесс деления клеточки и строят только новые и молодые клетки, полностью вытесняя с собой старые и отработанные. Также в этом масле содержится вся линейка витамина В, абсолютно вся. Поэтому мы можем говорить о том, что этот витамин влияет еще на молодость нашей кожи, на упругость нашей кожи. Поэтому женщины очень любят наносить это масло и внутрь, перенимать его и наносить его на лицо. Поэтому я бы уже просто советовала женщинам переходить от своих дорогих кремов к этому замечательному продукту, потому что он поможет вам оставаться молодыми, красивыми, здоровыми. Я думаю, что каждая из женщин после лета особенно задается вопросом, как увлажнить еще свою кожу. Ну, конечно, после загара. Как привести ее в порядок и еще немножечко продлить вот этот вот красивый оттенок своего загара. Так вот, натуральное кедровое масло поможет это сделать лучше всего, потому что оно сохранит этот натуральный пигмент вашей кожи, не пересушивая ее, сохранит надолго и молодость, и сияние, и ваш красивый загар, который еще остался с лета. Ну и самое любимое, что я бы хотела сказать об этом продукте, это то, что эта бутылочка, вот вы видите уже новая наклейка, это масло мы изготавливаем сами. То есть мы уже переходим на новый уровень. Если вы видите вот эти масла наши, это сибирский продукт, сибирский продукт, который мы привозим из России, из Тайги. Это тоже староверское масло? Да, это горное масло. То это масло уже исключительно делается из кедрового орешка сибирского, который мы привозим из Сибири сами. Его у нас, к сожалению, немного, поэтому массовое производство этого продукта мы пока не обещаем. Это небольшие партии, которые у нас практически сразу раскупают под заказ. Ну а по качеству, вот если сравнить вот это масло и сравнить с тем маслом... Качество разливного масла всегда на уровень немножечко выше, чем производственного. Несмотря на то, что орех в производственном масле тоже является высокогорным, но этот орех самый качественный, самый крупный, он делается из отборного орешка. То есть нам вот присылают орех, который мы можем сами еще пересмотреть. То есть действительно ли он такого качества? Хрустящий, белый, сладкий. Он должен быть без ноты горчинки, без ничего, без никаких вкраплений, потому что орех бывает еще болотный, болотного типа. Равненный, и горный. Кто бы знал, у нас все в одной сумасшедшей цене. В супермаркете горечь продается, которая упакована. То, что горько, понимаешь, уже дома. На самом деле горького масла быть не должно. Поэтому, особенно когда вы даете своим деткам, масло должно быть сладенькое, вкусное. Это гарантия его качества. Ну, предпедра масла, ну, чтобы понимали, оно приближено к материнскому молоку. То есть, в принципе, если мать правильно питается, кедровое масло восполняют. И, как правило, вот у нас много случаев, когда вот матери, да, ну, по каким-то причинам нету молока. Не могут кормить грудью. И мы тогда из кедрового орешка, да, будем, наверное, как раз на мастер-классе Морозлиевская в эту субботу в 12 часов, вход бесплатный, сделаем кедровым молочком. И угостим всех. Очень много рецептов, очень интересных новинок, вкусных, полезных. Потому что много вопросов люди нам задавали именно на этих семинарах. А что же кушать? Что же готовить? Как же быть? Чем заменить там ту же картошку, те же пельмени? То, к чему привыкли мы каждый день. Ну, чем заменить, действительно. Вот эта информация и этими рецептами, и мы делимся на наших мастер-классах на канатные 62, офис 19, во дворе. Один из наших центров по воскресеньям с 10 до 12 вы можете приходить к нам. У нас проходят замечательные мастер-классы, где мы и рассказываем, и показываем, и пробуем, и готовим вместе вот эти наши всякие вкусняшки, полезные, вкусные, вплоть до супов. Поэтому вы можете прийти и попробовать, что значит не кипяченая, не вареная, но все же вкусная, приготовленная пища или сырая пища. Пожалуйста, приходите к нам. А, вы молодая мама, вот скажите, пожалуйста, вы уже своему, своей доченьке маленькой что-то начали давать вот из этих продуктов? Нет, прикорма еще нет, но самое первое, что она у меня начала принимать, это касторовое масло, потому что касторовое масло советуют издревле. Это удивительно, не боялись, что не дай бог сорвется у ребеночка жилого. Наоборот, издревле и русичи, и достаточно много наших предков использовали как раз касторовое масло, еще с новорожденного, с, скажем так, вот самого рождения деткам давали нанося по одной капельке на сосочек во время кормления, один-два раза в неделю. Зачем это делать? Пока у ребеночка еще не налажен стул, пока у ребеночка повышенное газообразование до трех месяцев, пока эти колики, которые мучают наших родителей и деток продолжаются, именно касторочка помогает деткам это быстрее переваривать и выводить эти накопленные пузырьки газа из кишечника. Абсолютно не бойтесь, никакого лишнего газообразования не будет, не будет пучить ребенка, не переживайте за стул. На следующий день меня спрашивают, а не будет ли такое, что у ребеночка будет запор, потому что этого боятся еще больше, чем расстройства у маленьких деток. Ничего подобного, у них ферментативная система еще не налажена, поэтому вы спокойно даете капельку касторового масла для профилактики один-два раза в неделю. Это будет способствовать правильному функционированию животика вашего малыша. И второе, и самое главное, что я давала своей дочке, ну и советую давать молодым мамам, это кедровое масло. Тоже наносим его на грудь во время кормления для того, чтобы ребеночек это масло просто пил вместе с молочком, это раз. И во-вторых, обязательно каждый день после купания я наношу на все тело влажное вот это кедровое масло. То есть не вот эти вот расхваленные немецкие дорогущие масла, живая природа. Никакой теле, никаких парабенов, никаких консервантов. Тогда идет защелачивание, понимаете, то есть кожа краснеет, идет защелачивание организма, а ведь все дорогущие масла, все вот эти натирания, они закисляют и практически мы уходим к раку. То есть мы вот как раз на встрече, которая будет 12 часов в эту субботу на Морозливской, и расскажем, что же такое заболевание там до 10 лет, до 20, до 30, и почему к 40 уже появляется рак. Да мы обычно закислены, мы поговорим просто о цифрах, сколько человек соли съедает, сколько молочки, которые нас закисляют, сколько хлеба, который нам не нужен, зерновых, картошки. То есть мы дадим другую корзину питания, славянскую, при которой никто никогда не болеет, и ваши родители выправятся, и вы сами, то есть, ну, будем так сказать, ну, или говорить в общем, что вы вдруг увидите совершенно другую картину жизни, без болезней, появится гибкость, появится молодость, я сам покажу как. Ну и, ну, как я гнусь, ну, многие как бы и знают, да, но самое главное, мы там еще атлант поставим, вот, и у нас не забываем бани записываться по телефону, да, у нас в центрах, да. День новичка на канатной у нас проходит каждый вторник в 14 часов, это вторник день новичка на канатной, и на Терешковой в 15 часов. Тоже каждый вторник, да? Да, в 15 часов, да, у нас среда, вот, ну, как бы дни разбиты, да. Клубной системе, то есть пьем в офисах в 15 часов касторового масла. А потом добегаем домой быстренько. Да, потом нужно доехать, два часа ложиться, и ехать домой. Да, неправильно сделать, как еще, ну, вроде бы да, смешно. Это абсолютно бесплатно, с поддержкой близких, я думаю, что вам это будет немножечко быстрее, проще попробовать. То есть надо организовать транспорт перед мастер-классом, я так понимаю. И, самое, наверное, главное, двигательная практика, как работать с пальчиком, с ушами, с головой. Ну, частично я дам на встрече на канатной в 12 часов в эту субботу, на Морозлиевской, 34, дворец студентов, вот, запоминайте, да, в 12 часов. А у нас двигательные практики в воскресенье в 8 утра идут на Терешковой. Это на улице сейчас? Нет, в помещении, да. Даже в помещении, да? Ну, если немного народу, в помещении, да. И побольше помещений, это суббота у нас, в 8 утра на канатной, 62. Это бесплатные вот эти двигательные практики? Это все бесплатно. Как работать с лицом, с телом, с руками, в общем-то, да, элементы там с животом, княжеские массажи, это все у нас. Наши гимнастики, дни новичков, созданы для того, чтобы привлекать новых людей, для того, чтобы они попробовали, что это не сложно. Знаете, друзья, это абсолютно не сложно начать сегодня правильно питаться. Мы вас научим, мы покажем и будем вести дальше, потому что я знаю, что одному человеку это сделать достаточно сложно, перейти сразу же в эту систему. Психологически даже, ну, конечно, вся семья просто не поддержит тебя. Поэтому вы выберите себе дни, один день новичка, мы покажем, как очистить организм. В воскресенье мы покажем, что готовить, как переходить на правильное питание, имея то, что, в принципе, у вас под рукой в холодильнике сейчас еще сезон овощей, тыков, кабачков, пожалуйста. Вот замечательные рецепты вы можете найти у нас, записать себе, попробовать, как это на самом деле вкусно. Вот, и обязательно приглашаем вас на наши двигательные практики, потому что они тоже бесплатные. Вот, обязательно приходите, там и гимнастика суставная, и гимнастика костная, и гимнастика для женщин. То есть, каждый раз у нас что-то новое. Для лица, щипковый массаж, то есть, у нас очень много вот таких моментов. То есть, мы учим, в принципе, влюбиться в собственное тело. Не доверять его никому. То есть, кабинеты все будут, ну, отставать. То есть, вы сами будете створить свою красоту. Сами будете учиться этой гибкости. То есть, перестанете доверять там врачам все. А то мы, вроде бы, да, растем, и тело отдаем куда-то, и нас начинает везти тоже не туда. Вот тут вы найдете дорогу, мы покажем ее, как идти, как мы сами прошли. И вы начнете влюбляться в собственное тело, которое будет становиться гибким, молодым, стройным. Но продукция просто, она в помощь, но она не навечно. То есть, когда вы научитесь вовремя вставать, вовремя очищаться, вовремя есть. Ну, поймите правильно, у нас практически вы забудете, ну, скажем, как, что надо касторку пить. Да не пьем мы ее постоянно. Вот вы знаете, мне кажется, что люди больше всего боятся именно этой касторки. Наоборот, но в фестивале что показали, как его, здесь был фестиваль, не хватило касторки. Последний фестиваль на Геленджике, 3,5 тысячи, не хватило касторового масла, не хватило кедрового масла, не хватило бальзама. То есть, практически люди уже поняли, в чем дело, и начинают пользоваться продукцией. Но чаи такие, как Иван-чай, ее уже попросту позабыли. Но напоминаю, Бадмаев Петр Александрович, который пропагандировал этот чай, у него в 100 лет родился еще сын. Это царский врач. Так что, товарищи, знаете, секреты. Ну и я бы хотела еще нашим девочкам, женщинам пригласить на наши новые косметологические процедуры, потому что мы открыли уже новое направление. Есть уже клиенты, записи. Поэтому я вам должна сказать, что для девушек и для женщин, которые хотят быть немножечко по-хорошему ленивы, немножечко все-таки расслабиться. И я понимаю, что мы вас научим процедуры, как делать в домашних условиях. Но те девочки, женщины, которые хотят ощутить на себе всю радость и прелесть быстрого восстановления своей кожи, особенно кожи лица, я вас приглашаю на наши косметологические процедуры на Канатный 62 по записи. Потому что мы там проводим и очищающие процедуры для кожи лица, и восстанавливающие, и маски у нас замечательные. Ну, естественно, восстанавливаются кишечники печени. Мы вам покажем, как проводить точечный массаж лица и необходимый поддерживающий массаж лица, для того, чтобы ваша кожа полностью подтянула овал, для того, чтобы кожа избавилась от морщин. Это происходит очень быстро. Поэтому приходите к нам, мы покажем, научим и сделаем вам процедуры, после которых вы просто засияете. А теперь расскажите немножечко подробнее вот об этой газете, которая у вас появилась. Это у нас замечательные выпуски, которые будут выпускаться каждый сезон. Вы можете получить их в наших офисах, иметь на заметочке себе замечательные разделы, которые здесь есть. Заметки здесь следующие. О здоровье, о питании, даже много рецептов. Если вы видите, вот наша школа уже предоставляет свои видео рецепты. Как париться в бане, что кушать. И отдельная у нас, естественно, рубрика. Это для мам, для беременных, для кормящих мам, для деток. Поэтому вы можете увидеть здесь очень много полезной и нужной информации. Приходите, пожалуйста, в офисах, вы можете всегда получить эти газеты. На наших мероприятиях они также будут. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, смотрите, читайте. Это всегда будет интересно и актуально. Я вот уже Алфеичу сказала, я видела первый выпуск, сказала, говорю, Алфеич, вы не экономны. Посмотрите, какая бумага. Почему? Пусть сохраняют люди. Ну что на газет на себя не уважать, печатать, да. Но самое главное, буквально за два года омолодились пациенты, которые к нам идут, или будем говорить даже клиенты. То есть все вдруг захотели родить, во-первых, вычиститься и родить, наконец, здоровых детей. Захотели молодые, в общем-то, как бы сыновья, дочери иметь здоровых в конечном счете родителей. Они ухаживают за ними под старость. Вот это сейчас направление самое вот такое, наверное, актуально. То есть приходят, молодежь, учатся, как, в общем-то, очиститься, принимать продукцию, правильно забеременеть, родить нормальных детей. Но перед этим подготовить бабушек и дедушек. Чтобы они могли потом ячиться. Чтобы они тоже были здоровы. И у нас на Морозлеевской в 12 часов. В эту субботу, Морозлеевская, 34А, дворец студентов. Бесплатная встреча, семинар. То есть очень много будем рассказывать, давать кедровое молочко. То есть очень много. Запишем овсяные квасы, поработаем все-таки с лицом, ответим на все вопросы. Самое главное, эти встречи не часто проходят. Так что, ну, сезоны все... Проходите, пользуйтесь моментом по колпечь в Украине, по колпечь в Одессе. В эту субботу. И еще маленький такой, маленькая ремарочка. Еще покажу вам новый продукт. Это зубная паста. Очень было много вопросов. Интересно. Очень много требований со стороны людей. Было много вопросов, что же делать с зубами. Вопросы парадонтоза, вопросы воспаления десен. Потому что люди приходят, я вам скажу, на встречи, все-таки, к сожалению, к моему большинству, все-таки пожилых людей. Я бы хотела привлекать молодежь именно для того, чтобы объяснить, что сейчас сохранить здоровье гораздо проще, чем потом восстанавливать его. Потому что, когда вам уже больше, чем 45 лет, и эта цифра все время возрастает, то время восстановления просто немножко увеличивается. Для того, чтобы не тратить время на это. Ну, там происходит закисление организма. Именно после 45 лет, а до 30 мы щелочность объясним, которую вы будете поддерживать всегда. А объясните, почему именно после 45 происходит закисление? Каждые 10 лет мы теряем 0,3 pH. От рождения нам 7,4 дано. Ну, мы это в цифрах на плакате дадим. И тогда вы сразу будете понимать, что до 30 у вас есть еще какой-то запас. После 30 никакой. После 50-60 вы уже идете к раку, к смерти, к разложению. Мы просто расходуем ту энергию, которая у нас, скажем так, которая нам уже не прибавляется. Деление клеток останавливаться. И мы покажем, как возобновить деление клеток, убрать старые клетки, включая зубную пасту. Ну и что зубная паста, из чего она состоит? Из чего она состоит? Главная ее составляющая, более 70%, это пихтовые и кедровые бальзамы. Потому что именно они успокаивают нервные окончания, именно они содержат огромнейшее количество витамина С, витаминов группы В, очень много флавонидов, которые влияют и которые помогают восстанавливать всю флору в вашем, скажем так, зубов, зубную эмаль. Восстанавливают десна, предотвращают кровотечение. То есть очень много вопросов решается именно благодаря бальзаму. Но так как все-таки люди по натуре немножечко ленивы и сами они забывают о том, что нужно там что-то прополоскать рот бальзамом или сделать какую-то масочку. Для удобства мы и сделали этот продукт, потому что он содержит в себе уже и очищающий элемент, и питательный элемент, и противовоспалительный элемент, и освежающий. Я думаю, что каждый, кто попробует этот продукт, будет доволен и увидит результат очень быстро. Он подходит как маленьким деткам, так и очень пожилым людям. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, пробуйте. Это очень интересный продукт. Мы его опробовали уже давным-давно с мужем, и поэтому решили уже запустить его, так сказать, в массовое производство, поделиться своими секретами. А мне вообще интересно… И многие вот забывают, что пихтовый бальзам, одна чайная ложка, поймите, покрывает, покрывает практически недельную дозу микроэлементов. То есть, почему быстро уходит рак, пролежни заживают, боль любая исчезает, порезана любая рана, если сюда наносим бальзам, закрывается, уходит геморрой, уходят парадентозы, язвы любого состояния. То есть, к нам многие, как говорится, приходят, решают свою проблему, но бальзам действительно чайная ложка, представьте, три. То есть, вы за один день можете покрыть месячную дозу микроэлементов, что обычно в организме не хватает. Представьте, когда печень забита не работает, кишечник не работает, кожи дыхания нету, и тут сразу месячная доза микроэлементов, масла, и вдруг, да, румянец на щеке, в общем-то настроение появляется, вычищаетесь, и вы начинаете идти к своей молодости, к своей гибкости. И самое главное, не бойтесь, и нужно не бояться, и нужно давать это своим деткам, потому что детки от трёх лет и старше могут пить уже этот пихтовый бальзамчик совершенно, он им покажется уже вкусным, интересным. Он же горчит, они, конечно, как кофе, вместо кофе кофеманы. Сейчас расскажу деткам, дело в том, что можно добавлять ложечку мёда в тёплую воду и делает такой замечательный напиток, такой чай, для взрослых это кофе, если добавить там ложечку, да, для деток это просто чай с мёдом. Кто из родителей, я сталкивалась с тем вопросом, что кто-то из родителей говорит, что у детей аллергия на мёд. Так вот, по воскресеньям мы показываем, как можно деткам в различных составах напитков и каш давать именно этот бальзам. Дело в том, что если вы будете давать деткам хотя бы по чайной ложке в день этого бальзама, иммунитет ребёнка будет крепкий на 100%. Это особенно сейчас очень актуально. Не сопление, температура, ничего. Он не принесёт вам даже с садика, сколько моих подруг мне звонят и говорят, Аня, ну пожалуйста, помоги. Опять уже 2 недели дома, 2 недели в садике, 2 недели дома, 2 недели в садике, потому что сопли регулярно. Только выздоровели пошли, снова сопли, снова ангины, снова простуды. Зачем вам это нужно? Тем более сейчас так резко похолодало, отопительный сезон ещё не начался. Друзья, я вам советую обязательно попробовать пихтовый бальзам, потому что это 100% защита иммунитета и ваших детей, и ваших родителей, и вас самих. И масло, конечно же, 20% женичка. Помыли утром, нанесли тонким слоем по воде, прохлопали, вечером тоже помыли, нанесли, как говорится, прохлопали. То есть, самое простое. И чтобы подробно узнать, ну поймите, передача это всегда короткое время, да. У нас с вами в 12 часов на Морозлеевской, 34А, дворе студентов, бесплатная встреча, семинар. Отвечаем на все вопросы, какие бы их ни задавали. И рассказываем всё. А вот расскажите мне всё-таки про это мыло. А вы его первый раз показали, вот на столе лежит. Ну, его у нас оно давно, в принципе, идёт, но у нас кто поставляет мёд, да, с родовых поместей, они из мыльного ореха делают мыло. То есть, оно не мылится, как вот эти все, оно щелочного характера, оно мелко-мелко мылится. Надолго хватает, но самое главное, все ароматы, они естественно натуральные, то есть, без каких-то вот таких химических добавок. Поэтому подходит деткам тоже с самого рождения, если кто-то пользуется мылами или какими-то покупными кремами, пожалуйста, я вас призываю отказаться от них, потому что детская кожа очень чувствительна. Она сразу закисляется. Абсолютно сразу, если вы будете наносить какие-то крема, поймите, в каждом креме есть консерванты и добавки. Как только вы будете с рождения мазать этим детей, к сожалению, их естественная функция, если бы вы этого не делали, это было бы гораздо лучше, чем вы пытаетесь их защитить этим кремом. Поэтому либо вообще от них откажитесь, либо переходите только на натуральный продукт, потому что детская кожа – это открытый фильтр, поэтому они впитывают себя, как губочка, абсолютно все. Зачем вы будете им прям с детства опичкать в химии? Мамам как бы напомнить, они забывают, что практически у нас кожа, у человека 20% веса тела. Вот представьте, кожу намазали какой-то химической… Самый большой орган. Да, и закислили. То есть, закупорили, скажем так, закупорили полностью. А потом говорят, а что же так ребенок реагирует плохо? Так что только натуральные масла. Почему появляются аллергии? Это реакция пассивного иммунитета. Это не генетическое заболевание, поэтому вы поймите, вы не бойтесь меда, вы не бойтесь очищения, вы не бойтесь касторочки. Чем раньше вы поймете, что ребеночек здоров, и нужно ему просто не мешать, а помочь организму развиваться естественно, помочь, например, немножечко вычиститься. Если, допустим, вы во время беременности не вели там очень правильный образ жизни, не кушали очень правильные продукты, попробуйте добавлять немножечко касторки в неделю, давать ребятеночку там с нуля и больше. Это абсолютно полезно будет. А если вот, допустим, уже ребеночек взрослый, вот мы про это сегодня услышали, дети аллергики, вот сейчас лето, все мучили, что вы посоветуете? Все к нам приходят и со всеми решаются проблемы, ведь не в ребенке дело, а мама. Ребенок не зарабатывает денег, не кормит и не готовит еду. То есть в первую очередь надо учиться маме. Как вводить правильное питание. Как ввести правильное питание, и все, ребенок-то следует всегда за мамой. Мы научим и как рыбу готовить, и как мяско готовить, и в общем-то... Я поняла, а в речи... Мы немножечко скорректируем мам для того, чтобы... Не обязательно, вы не бойтесь, мы не заставим вас, ребенка, пичкать касторкой еженедельно для того, чтобы подготовить его к меду. Нет. Мы покажем правильное питание, на какое-то время разобьем его для того, чтобы вот эта реакция иммунитета, аллергическая, она просто ушла на любой продукт. Поэтому спустя какое-то время, там месяц-два буквально, вы сможете ребенку спокойно давать столовыми ложками мед. Поэтому не бойтесь, начните сейчас. Это чистка, возможно, и маленьким деткам, и деткам постарше, и особенно сейчас нашим школьникам. Поэтому это абсолютно просто. Приходите, расскажите. Напомните, у нас последние минутки, даже секунды уже. Да, в 12 часов на Морозлеевской, в эту субботу, Морозлеевская, 34А, дворец студентов, бесплатная встреча, семинар. Бани, записывается у нас очень много бань, практически всегда, да. И продолжает работу на Терешковый офис, это 52, квартира 37, и на Канатной у нас 62, квартира 19. Там и встречи, там, в общем-то, мастер-классы. Самое главное, в воскресенье в 10 часов у нас на Канатной 62, квартира 19, в глубине двора. Там всегда бесплатные встречи, по питанию, по встрече. Вы все для себя выясните, все вам расскажут, все вам покажут. Спасибо вам большое. Ну, а нашим телезрителям мне остается лишь напомнить, что сегодня у нас в гостях был автор методики «Алфея-клуб» Сергей Будилов и руководитель Международного центра «Алфея-клуб» Анна Гоголева. Огромное вам спасибо за информацию. За новые клетки, за деление, за молодость. До встречи. Косторкой. КОНЕЦ